Доброго всем утречка! Утро начинается с трамвайчика, в прекрасных видах Вроцлава, Наташи и гномика снова мы нашли. Шли мы шли и нашли гномика. Вот такой он уже зелень, он с дракончиком, смотрите. Это не дракончик, это рыбка. А, это черепаха. О, посейдон такой. Возле кафе, кстати, такое кафе, вот Новий Бистро. А что тут написано? Вроцлав за... не знаю, дом Морза. Ну, вот еще один гномик в нашу коллекцию, смотрите. Класс! Красивый, симпатичный. День начался с гномика, значит день удастся. А вот написано, видишь, Вроцлав за доступ. Вот такое место прикольное. Да, да, во Вроцлаве доступ к морю. Где? Ну да. Ну что, шли мы, шли мы от гнома Нептуна и пришли в лабиринт. Мы тут были вечером в наш первый день, но было темно, мы ничего не сняли. А сейчас покажу вам. Это что? Место осолиниум называется. Осолиниум. У меня как звучит как апосим, как апосим. Кстати, сегодня такой дождь был вообще ночью в 4 утра просто. Я думала мебель кто-то двигает сверху. Это просто гром и молнии были. Сейчас вам покажу вас солиниум и пойдем с вами посмотрим лабиринт. Здесь реально лабиринт. Теперь смотрите какое здание красивое. Мы просто идем по дороге во Вроцлавский музей, который я ошибочно при круизе приняла за адмиралтейство. Университет. Университет. Господи, опять я ошибаюсь. Ну ладно, бывает. А теперь смотрите какой лабиринтик. Вообще красота. Заблудиться и потеряться. Будет чуть выше, наверное, было бы как лабиринт в Гарри Поттере. Кстати, интересно, Львов, Вроцлав. Во Львове мы с вами уже были, плейлист есть, заходите, смотрите. Город красивый. Спокойство и тишина в обществе. Ага, и такие красоты еще прям рядом. Ну, такой лабиринтик интересный. Вот статуя. Вот такие, думаю, попадем все и днем. Обязательно вам покажем. Мы попали. Но это еще не весь сад. Да, половина сада на реконструкции до октября или сентября мы не поняли и нас туда не пустили. Смотрите, просто очаровательно. Очаровательный Вроцлав. Вот так вот просто нырнул в улочку и нашел красоту. Давайте посмотрим еще сейчас, что на той стороне, где люди сидят там с чемоданчиками. Так прикольно. Ну что, скоро, наверное, поезд. Зайти, отдохнуть, посидеть в таком саду. Красота. Ой, фонтанчик класс. Я не хотела рюкзак на лавочку поставить. Они мокрые еще после дождя. Крыло затерто, да? Это они залазят? Ну взбираются, я не знаю. Такое впечатление, что труд полотенцами и труд очень много. Ангелис написано. Ангел. Ну да, как затертый будто. А, Наташа уже нашла, как взбираться, что? Да. Они с той стороны тоже. Они не залазят только, но как можно? Ну залазят, это труд. Кому нужно, тот трет. Зачем учить уроки? Смотри, какой паучок на счастье. И паучок на счастье. Еще раз скажи. Ну, ворота закрываются. На ночь оно закрывается и с той стороны, и с этой стороны. То есть со стороны одры и со стороны десер. Вон в солениум. Тоже такая красиво так идешь. Ну, а просто в подворотню сворачиваешь и ищешь приключения. Ну, хорошие приключения. Нет, кстати, с той стороны не очень понятно, что это. Вот стоит дорога. Сейчас покажем. Сейчас покажем вам эту красоту. Будьте во в Ростове, стоит ваше внимание и фотки классные. В середине проходишь через здание. Там, я не знаю, там концерты, кино. Я не понимаю сейчас. Какой-то культурный центр. И в середине еще парк. Там просто обалденный. Это то, что нужно. Да, да, ремонт. Но, к сожалению, там, как я поняла, с польского, что там идет обработка деревьев. Ну, то есть, наверное, правильно. Там опасно, опасно для людей. Сейчас вход покажу. Вот вход. Офа Ленина. Ну, здесь какой-то, наверное, рассказ об этом. Не, ну не какой-то. Ну, просто вот история. Заклад народовий. Видишь? Заклад народовий. Значит, народный. Ну, это мы так перевели. Надо перевести правильно. Музей, видите, что там. Ну, тут надо знать польский, зайти, читать историю. А кого интересует, конечно же, нужно зайти посмотреть в Google. Музей монет. Музей монет. Потому что мне спрашивают, сойдем ли мы. Музей монет. Ну, не знаю. Не очень пока это интересует. Облигации всякие. Ну, по деньгам все истории изучали. История, да. В Эмиратах, что истории особой нет, но в каждом музее монеты будут? Да. От Рупии до Верхамы сегодняшнего, да? Да, конечно. Чем расплачивались? В древненую и в старину. А вот сюда мы вчера зашли. Она говорит, что ищите, господа? Мы такие, ну, не знаю, посмотреть что там. Они такие, да нет. Опасно посмотреть. Вот там, в середине. А пошли, никого нету. Если что, скажем, мы не местные. Наташ, поговори с женщиной, пока я сниму. Сейчас нас будут тормозить, а они не тормозят пока. Надо же. Вот он, какой красивый сад. Вот там вот. Вот. Но он не работает сейчас. А вы это зачем? Видите, не будем с вами нарушать ничего. Здесь стоит, что в доброе панство не заходите. Да, написано. Так что. Ну, он еще интереснее. Он еще интереснее, красивее. Ну, в следующий раз. Тут тоже всякие. Ну, все, идем, идем. Главное, чтоб... Выбачьте, дякуем. Ну, главное, чтоб не кричали и смотрите видео. Вот. Показали вам, да? Чуть-чуть. Буквально. Зашли, рискнули. А теперь с этой дороги давай покажем. Да, этого гномика мы уже показывали. Это уже выход к реке Одра. И там уже Тунский остров. Вот этот гномик. Привет. Мы вернулись. Привет. Привет, ученый гномик. Всем гномикам. Это прогрыз, это гномик прогрыз. Наверное, его домой не искали. И вот он закрыто. Вот эту штучку я уже показывала где-то в каком-то видео. Оставлю в описании. Это не в корабля. На самом деле, мне она похожа на ракушку. А вот туда... На ракушку. А вот куда мы взбирались. Костел Святого Иоанна. И здесь же был круиз. А, вот уже Красный мост. Смотрите. Да, вот уже Красный мост. То есть, в принципе, так идешь непонятно. Вот там, ну, это табличка Солениум. А вот Гродска 10-11. Это будет очень интересно. Гродска. И не пропустить. Ну, в принципе... Кто будет, зайдите во Солениум. Напишите, что вы здесь были. Нам будет приятно. Классное место вообще. Шикарное. Мне кажется, ну, просто надо заглядывать. Выгонят так, выгонят. Не выгонят. Отдохнете. Вот. Укры здесь были. Гуляли мы здесь на Тумском острове. Два дня ходили. Честно, вчера ноги так болели уже. Мы просто легли на кровать вечером. Мы смотрим. Боже, мы там были. Мы там были. Мы нормально ходим. Просто... А потому что хорошие дороги. Вот тут ходишь. Болели и бедра, болели и стопы. Болели и галеностопы. У меня болела спина, то есть болело все. Не прикладься. Вот так я это скажу. Это я лайк выпрашиваю и помню. Ха-ха-ха. И хорошие, кстати, себя можно. Да, отлично. Удобно идти. Никаких провалей нет. Я не проезжую часть. Я прочеловеческую часть. Вот на такие булыжнички, да, не очень. Для колена особенно. Ну вот. После любого здания этого осоления будет. С любой посуды. Класс. Да, у меня аж селфи-палка начала съезжать. Ну, в общем, вы ходите, заворачиваете в любую улочку в центре Врослава и вам уже будет красота. Мы так зашли, и мужчина взбодрился, проснулся. Мужчина такой, да я сидела на дежурстве. Вы что? Да я работаю. Сюда же нельзя, вам что-то нет. А там, кстати, нет надписи, что нельзя. Есть надпись, что нельзя в сад. Идем, зеленый. Да. Трамвайчики ходят. Да, то есть с этой стороны можно зашли вот с этой первой. А сейчас покажу. Да, вот он. Красивое, красивое здание. Какая-то пироженка какая-то, такая клубничная. Клубничка будет на польском. Трускавка? По-моему, трускавка. Если ошиблись, напишите в комментах, кто знает. Ну, вот такое видео сегодня. Прогулочка по городу. Началась гномика. Показали вам осолениум и парк лабиринт. Ну, все, идем дальше. Надеюсь, пустят нас во Врославский университет. О, я уже правильно сказала. Уже не музей, не адмиралтейство на университет. Адмиралтейство мне очень нравится. Много ошибки делать. В общем, ну все. Заканчиваем видео. Желаем вам добра. Ура. И надеюсь, дойдем до Врославского университета. Ура. Ура.